Геннадий Лобанов. Путешествие во времени. Глава вторая. Читает Валентина Мельникова. Медленно продвигаясь вглубь долины, странник внимательно выглядывался в груду камней. Резко остановившись, он сказал, похоже, здесь. Здесь. Опустившись на колени и сняв мешок, стал доставать непонятные предметы. Из мешочка высыпал груду кристаллов разных цветов, достал непонятные значки, выполненные скорее из воска, и, разложив их на земле в определенной последовательности, стал читать текст, написанный на свитке. Внезапно воздух сгустился. Появилось черное облако, медленно оседая в земле. Стал появляться силуэт в черном плаще с капюшоном, надвинутым на глаза. Волк, встав в стойку и медленно приблизился к нему, оскалился и зарычал. Существо, взмахнув посохом, отбросило зверя в сторону. — Как ты посмел явиться сюда без нашего разрешения, и кто ты? — возмутилось существо. Странник прекратил чтение, подняв руку, произнес. — Я посланник отца и пришел восстановить справедливость. — Нет, — сказала существо, — этого не будет. Мы захватили этот мир, и он наш, твоим усилия напрасны. Ничего не ответив, странник продолжал чтение. Яркая вспышка света разорвала солнечную долину. Столб дыма, поднявшись кверху, открыл сооружение невиданной красоты. Ударная волна свалила странника с ног. Странник лежал в неподвижности и взирал на сооружение. Жалобно поскуливал волк. — Сейчас восстановлюсь и полечу тебя, — сказал странник. Сумраке стояло, переливаясь стальным цветом башни. Странник закрыл глаза. Орбанная барабана. Продолжение следует...